МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красноярском крае зафиксирована новая вспышка бешенства у домашних животных. Как обезопасить себя? Белые лепестки. Так называют преждевременно рожденных детей с экстремально низкой массой тела. Это особая категория пациентов, нуждающихся в пристальном внимании. В ноябре по всем мире отмечается День недоношенных детей. В судьбах таких малышей участвуют врачи Краевого перинатального центра. Подробнее об этом прямо сейчас. Все эти дети появились на свет весом менее килограмма. За их жизнь боролись врачи перинатального центра не один месяц. И теперь в День белого лепестка у них есть возможность встретиться вновь. Виктории уже полтора года. Она родилась на три месяца раньше срока весом 490 граммов. Малышка, которая еще полтора года назад была размером с ладошку, сейчас весит 8,5 килограммов. Она уже самостоятельно ходит и говорит. Все это заслуга врачей перинатального центра, рассказывает мама малышки. Хотелось бы сказать перинатальному центру огромное спасибо, потому что если бы ни они, ребенка в принципе бы не было. С таким весом мы как бы выхаживали три месяца. То есть мы прям с мужем очень благодарны всему коллективу. И детским врачам, ну и как бы женским тоже. Каждый год в Красноярском крае около 200 детей появляются на свет недоношенными. Их помещают вот в такие кувезы, чтобы защитить от охлаждения. Для таких малюток вяжут шапочки, носочки и игрушки в форме осьминожек. Их щупальцы напоминают пуповину, трогая которую малыш становится спокойней. Многие из таких детей поначалу отстают в развитии. Но при достаточной заботе и внимании со стороны родителей и докторов они догоняют своих сверстников. Для этих детей должны быть построены специальные реабилитационные центры или отделения восстановительного лечения. Потому что ребенок выписан из стационара, ему должны начинаться реабилитационные мероприятия сразу после выписки, а не тогда, когда уже сформировался какой-либо неврологический диагноз. Допустим, задержка психомоторного развития. День белого лепестка проходит в перинатальном центре уже в третий раз. Цель этого праздника – поддержать родителей и детей. Подчеркнуть, что даже глубокая недоношенность – это не приговор. И современная медицина способна решить эту проблему. Во многих городах мира в этот день запускают в небо белые воздушные шары, символизирующие спасенные детские жизни. Хирурги краевой больницы провели уникальную операцию. Им удалось восстановить челюсть, часть которой удалили из-за растущей опухоли. Подобные операции большая редкость не только в России, но и во всем мире. Подробности в сюжете далее. Завтра мы планируем вашу выписку, да, и нужно будет необходимо выполнить некоторые рекомендации. О том, что в нижней челюсти растет опухоль, житель Минусинска Андрей Валентинович узнал после похода к стоматологу. Биопсия показала новообразование доброкачественное, появилось еще 10 лет назад. И за это время в буквальном смысле съела огромный фрагмент челюсти и сустав. Без хирургического вмешательства процесс бы не остановился. И тут перед врачами встала непростая задача. Как восстановить тот фрагмент челюсти, который придется удалить? Решили прибегнуть к 3D-технологиям, провести операцию по замещению дефекта, которая будет образовываться после резекции опухоли. С помощью 3D-технологий врачи краевой больницы изготовили индивидуальный эндопротез. Макет делали московские инженеры по снимкам компьютерной томографии. После корректировки образец отправили в Бельгию. Там с помощью 3D-технологий методом лазерного спекания изготовили эндопротез из титана. Уже через месяц после того, как все было готово, врачи краевой больницы вместе с профессором кафедры челюстно-лицевой хирургии Красноярского медуниверситета приступили к операции. Длилась она почти 5 часов. Врачам удалось заменить половину нижней челюсти и левый височно-нижнечелюстной сустав протезом. К нему прикрепили жевательные мышцы, чтобы сохранить все движения. Такую операцию наши врачи делали впервые. Но все прошло успешно. Я сильно благодарен профессору, это естественно, потому что без его и не получилось. Профессору заведующему отделению. Однозначно всем врачам отделения, без исключения. Всему среднему и младшему персоналу. Операцию Андрею Валентиновичу сделали бесплатно за счет фонда обязательного медицинского страхования. В частных же клиниках пришлось бы отдать до полумиллиона рублей. Сейчас пациент готовится к выписке и признается, что мечтает скорее приехать домой и приготовить свое любимое блюдо – шашлык. Теперь он спокойно может есть то, что ему нравится. В продолжении темы сейчас у нас в студии Алексей Лубнин, главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава Красноярского края, заведующий отделением сочетанной травмы краевой больницы. Здравствуйте. Добрый день. Алексей Михайлович, знаю, что врачи вашего отделения творят чудеса. Ставят на ноги тяжелых больных, восстанавливают кости от множественных переломов, спасают от инвалидных колясок. Расскажите о новых методах лечения, которые внедряют в вашем отделении. Мы внедрили ряд операций и технологий, которые позволяют восстановить своевременную каркасность грудной клетки, восстановить целостность таза и обеспечить ауспеосинтез поврежденных сегментов таким образом, чтобы человек мог уже на вторые-третьи сутки иметь возможность к прямохождению с помощью специалистов реабилитационного центра. Приехали к вам на съемку и увидели пациента, который рассказал невероятную историю. Он упал с шестого этажа, пролежал месяц в коме и буквально уже на третий день, как только попал в ваше отделение, он начал ходить. Можете рассказать, как удалось восстановить после такой тяжелой травмы? Для пациента эта ситуация стала некой неожиданностью, но для нас это была, скажем, обычная работа. На сегодняшний день мы можем совмещать проведение оперативных пособий по поводу повреждений, даже в случае, если человек находится без сознания. Таким образом укорачивается срок пребывания в клинике, и мы не допускаем наступления осложнений травм. Поэтому уже сразу по выходу из сознания могут быть подключены специалисты-реабилитологи, и пациент активизируется. Раньше все было наоборот. Если сравнивать 10 лет назад и сейчас, как изменились подходы в лечении? Я бы сказал кардинально. На сегодняшний день технологии, которые внедрены, позволяют нам совмещать ряд процессов, как то пребывание без сознания, проведение восстановительных операций и проведение реабилитационных мероприятий уже на реанимационной койке. Одновременно. Вот проведение вот этих трех параллельных процессов обеспечивает восстановление пациента в максимально короткие сроки и предупреждает наступление каких-то тяжелых остаточных последствий травм. В прошлом летом, да и в этом году, этим летом было очень много крупных аварий. У вас, мне кажется, был такой сильный поток наплыв пациентов. К сожалению, да. Это было в 2015 году. Ряд крупных аварий заставил мобилизоваться не только в буквальном смысле, но и в плане прописания порядков. До вот этих массовых поступлений у нас был отлажен четкий алгоритм при оказании помощи пациенту в состоянии шока в приемном отделении. Но когда мы столкнулись с массовым поступлением, это нас заставило пересмотреть некоторые подходы и таким образом организовывать службу, чтобы она могла быть внезапно мобилизованная и готова к оказанию помощи нескольким и многим пострадавшим. Вот после таких случаев в интернете очень часто даже обсуждали, куда правильнее садиться в автобусе для того, чтобы получить наименьшую травму. Вот что здесь посоветуете? Вы знаете, не могу посоветовать точного места. Как правило, нет такого безбезопасного островка в автобусе, который бы вас гарантированно избавил от каких-то проблем при столкновении или при аварии. Если помните, то в той аварии под Козулькой было два травмирующих фактора. Прежде всего, это самотравма, это механические факторы и автобус загорелся. То есть были пострадавшие с комбинированными повреждениями. Где, в каком месте загорится автобус, в этом смысле сложно предугадать. Другое дело, что нужно... Я бы хотел посоветовать выбирать, во-первых, безопасных перевозчиков. Потому что мы знаем, были случаи серьезных аварий с участием частных перевозчиков, которые, в принципе, не имели лицензии. Это первое. Ну и второе. Хотелось бы пожелать усиления контроля со стороны соответствующих органов за правилами перевозки и правилами проезда в автобусах. Я имею в виду, прежде всего, оборудованные автобусы и ремнями безопасностями. Это правильная организация дорожного движения. Но и многие другие факторы, которые от нас не зависят. Ну и напоследок, ваш совет жителям края. В чем секрет долголетия и крепкого здоровья? Я полагаю, что их три. Это чистый воздух, здоровое питание и любовь. Большое спасибо. Далее рубрика МИДИНФО о значимых событиях сферы здравоохранения края расскажем прямо сейчас. В Красноярском крае зафиксирована новая вспышка бешенства. Опасный вирус был обнаружен в Назаровском районе у кошки. Это подтвердили лабораторные исследования. Врачи напоминают о необходимости вакцинации домашних животных против бешенства и соблюдения осторожности при контактах с дикими зверями. Вирус передается со слюной при укусе. Напомню, в начале октября бешенства нашли у домашних животных в Каратузском районе и городе Бородино. Красноярский поезд здоровья отметил юбилей. В первый свой рейс передвижной консультивно-диагностический центр доктор Война-Ясенецкий отправился 10 лет назад. С тех пор поликлиника на колесах проехала тысячи километров, совершила остановки на десятках станций и обследовала сотни пациентов. Сегодня, как и 10 лет назад, в составе поезда 9 вагонов. У них есть регистратура, лаборатория для проведения анализов и кабинеты с диагностическим оборудованием. Все обследования и прием врачей здесь проводятся бесплатно по полису ОМС. Юбилей отметил и Красноярский государственный медицинский университет. В этом году ему исполнилось 75 лет. За это время вуз выпустил около 40 тысяч специалистов. Среди выпускников Вадим Янин, исполняющий обязанности министра здравоохранения Красноярского края, знаменитый кардиохирург Владимир Подзолков, Иван Артюков, ректор Красноярского медицинского университета и многие-многие другие прославленные врачи. О новых методах обучения и о том, как изменится медицина в ближайшие годы, расскажем в следующей программе 1 декабря в 19.10. На этом у меня все. Напоминаю, телефон нашей редакции 233-04-03. С вами была Екатерина Самохвалова. Желаю крепкого сибирского здоровья. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok